Клик-шоу! Возьми себя в руки! Уже дела! У нас появляются гости, и знаете, ребята, которые к нам пришли, они по праву считаются одними из самых ярких представителей электронной музыки в Украине, потому что эта группа Горчица! Горчица, здравствуйте! Это Леша, это Леша, и я не повторяюсь, не повторяюсь, это именно участник, как я повторяюсь. Я сразу даю желание, можно? А это Оля. И это тоже Леша! И знаете, это хорошая традиция, потому что Оля так делает всегда. Можно загадать желание вместе с нашими зрителями, еще и даже вопросы какие-то загадать. Ребята, у вас событие реально здоровское. 15 числа концерт и необычный концерт. Но если вы забыли, мы все-таки напоминаем. Мы забыли о том, что даже завтра День Святого Валентина, так мы сильно готовились. Так мы сильно готовились. Действительно, а мы хотели, знаете, спросить, приурочено ли к празднику ваше музыкальное событие, или вообще никак? Похмелью. 14-го. Музыкальное похмелье на 15 февраля, да? Да, мы рекомендуем посетить наш концерт 15 февраля. Чем он будет интересен? Он будет интересен тем, что мы играем песни в привычном, которые мы играем обычно в электронном виде, то, что все привыкли слышать, и мы тоже. Мы играем в таком акустическом формате, или можно сказать, не знаю, можно слово «лаунж» говорить? Конечно. Почему? Это ж не сиськи. Ну, вот в таком, в другом таком акустическом варианте, без использования сэмплеров, компьютеров, секвенсеров и всякой. Но будут и другие интересные вещи, будут и экзотические инструменты. Моя Беатрис, я так называю. Это ты сейчас что делаешь? Ты сейчас репетируешь. Оля просто поклонница Джимми Пэджа, знаете, да, вот за константом. Слушайте, мы на самом деле, мы объявляли о вашем концерте, говорили, что будут необычные музыкальные инструменты, будет носовая флейта, акулеле. Расскажите, мы сперва подумали, что это наивее на какими-то путешествиями. Вы видели людей, встречали и перестали на концерт. Если вас послали на три буквы, куда нужно ехать? На Гуа. Вот там инструменты и нашлись. Но в любом случае, оказывается, что это... Все проводили время только что. Оказывается, что это вы же играете на этих же необычных музыкальных инструментах, да? Если раскрывая как... Да, это необычный инструмент, это подарок с подарок, да. Но... Это флейта. Что такое? Флейта, носовая флейта, вы про это же спрашиваете. Я потом засмеялся. Я смотрю, просто я начал рассказывать. Нет, все класс. Это все, я выйду скоро. Просто флейта, в которую нужно не ртом выдувать воздух, а носом. Она прикладывается, и на ней играть не так-то просто, поэтому... Вот так как. Все наоборот, ты ртом вдыхаешь, а носом... То есть сейчас вы все репетируете, да? Даже сейчас мы репетируем. Некоторые инструменты мы даже просто осваиваем, я бы сказал. Особенно я. Это интересно. В любом случае, сейчас мы посмотрим новый клип, который мы уже видели, который мы уже офигенно прилили. Нет, не видели, нет, не видели. Это не ржу, не могу, но это Лол от Горчицы. Блэнг Биджо Блав. Сиски. Мы продолжаем общаться с ребятами, группа Горчицев, гостя Клик Шоу. Мы только что посмотрели их последний клип. Лол. Это аббревиатура, которая больше знакома людям и привычная, как ржу, не могу, да? Ну это мы с тобой, дети соцсетей. Да, соцсетей. Скажите, ваше же это language of love, да? Или же? Леша. Это я, что я сказала, нет. Прости. Я, надо было выкрикивать, вот почему я ржу? Мы вообще не в школе подумать руку, а надо выкрикивать. Ну, здорово. То есть теперь у вас можно не только горчиться, а еще Лол, давайте нам Лол. Я думаю, что все-таки лучше. Раньше кричали на концертах, там кто-то приходит из старых знакомых, которые еще в школе учились, приезжаешь в город, в котором родился, и там, Леха, давай! А теперь будет просто Лол. Но я смотрю, вы совместили. У вас, получается, любовь, над которой можно посмеяться, поскольку в конце клипа мы видим, что какие-то части тела уже забыты Богом, да? Мы остаемся частично. Человек, когда влюбляется, с ним примерно так, как части тела. Увесенная сила любви. Кстати, вот помимо того, что мы видели в клипе части тела, да, мы видели еще собак. Друзья, у нас есть, и у вас, точнее, есть сейчас уникальная возможность ответить на вопрос, который озвучат ребята. Да, да, да. Мы напишем этот вопрос в соцсетях, и первый, кто даст правильный ответ, получит, вот, показывает Леша, два приглашения на концерт, который будет в пятницу. Концерт, который будет в пятницу. Пригласитель на одну персону. И очень важно, наверное, чтобы вы либо на момент концерта были в Киеве, либо, в принципе, проживали в Киеве. Да, либо близко, чтобы не ехали там. Итак, вопрос следующий. Вопрос озвучивает наш известный кинолог Алексей. Ему и слово. Ему и слово. Нам бы хотелось узнать, мы просто сами не знаем, какой породы собаки были в клипе. В принципе, мне тоже интересно. Ребята, вопрос уже пошел в соцсет. Есть, ВКонтакте отвечайте, получим два пригласительных от ребят. А мы пока их еще помочим немножко вопросами. Ребят, концерт должен быть интересным, поскольку вы, это акустический концерт, это интересные инструменты, это интересные личности, но почему-то ограниченное количество мест, 200 билетов. С чем это связано, расскажите. Мы хотим, чтобы был максимальный контакт с публикой. Бывает такое, что когда клуб небольшой, в нем можно убрать какую-то мебель и создать там неимоверную рейверскую толпу. Ну и сам концерт и варианты песен, которые мы исполняем, мы хотели бы, чтобы это было как можно более ближе, чтобы это пошло в душу и в сердца. И поэтому мы хотим, чтобы было все камерное, максимально такое. Как у костра. Блин, да, примерно так. А он будет, кстати, костер запланирован? Я это сделаю. А скажите, а у вас еще был опыт квартирников, или это последствия будет этого концерта? Знаете, квартирники у нас происходят достаточно часто. Если вот есть какие-то вечеринки, там вот свои-свои, и случайно попадают люди на эти вечеринки, вот там недавно мы встречались со стилистом, и из посторонних была только она. И мы просто репетировали песню, которую должны вот играть 15-го числа, после чего на перекуре она сказала, я как будто побывала на квартирнике, на концерте. Мы когда встречаемся, пьем какие-то алкогольные напитки. Или не алкогольные. Просто мы называем это квартирниками, там у кого в руках что-то есть, бренчим тебе. Но все-таки этот формат, он становится ближе, да, все ближе, ближе, ближе. Он всегда был близок, я бы даже так сказал. Ну, в любом случае, классно, что вы все-таки взяли этот вектор, ближе, глубже и, ну, как бы... Еще ближе. Чтобы потрогать можно было. Кораллы. На самом деле, мы сейчас посмотрим клип, а потом продолжим общение. Пока мы будем трогать группу горчиц, а вы посмотрите клипы, достойте с нами. Да, это вам смотреть и видеть нельзя. Клик-шоу! Думаю, как раз пришло время разыграть два пригласительных, которые Алеша показывал, вот, на концерт группы Горчица, который будет 15-го числа, послезавтра в клубе-ресторане Толстой. Да, и вопрос был очень простой, в принципе, мы спросили, как называется порода собак, которая... Порода собак, которая фигурировала в клипе Лол. Варианты, честно, нас очень порадовали. Мы даже зачитаем некоторые вряды, и думаю, вы не против, да, ребята? Значит, чихуахуа, такса. Ребята, видите, к кинологии никаким образом не относятся. Но на самом деле, правильный ответ дал Максим Карченко. Он написал питбуль, хотя вы говорите, Леша, что это не полный ответ. Но мы даем ему все-таки. Американский питбультерьер, да, но это в простонародье, да, он так говорится, чтобы долго не выговаривать. В общем-то, Максим, ты выиграл эти два. Пригласите меня, мы тебя поздравляем. И, в общем-то, питбуль, действительно. И, в общем, мы хотим еще поздравить, ребят, вот с чем. Вы номинированы в премии Юна, да, в категории лучшая группа 2012. Что для вас значит эта вообще номинация? Вот там есть еще, вот почему я предлагал поиграть в игру, уберите лишнее слово. Вот, там, значит, Горчица, Пьянобой, ТНМК, Бумбокс, Неангелы и Скрябин. Вот, я хотел вас спросить. Давайте Горчицу уберем. Ой, прекрасный выбор. Я могу прокомментировать. Просто за год мы там готовились, там что-то передумывали, там перезаписывали, какие-то песни сочиняли за год. Вот у нас только сейчас начало что-то появляться. Поэтому я уверен, что мы, может быть, даже не побоюсь этого слова, недостойны. Может быть, в следующем году, если эта номинация будет, тогда это будет более заслуженно. Но сейчас мы за прошлый этот год ничего такого выдающего сидели. Но результаты будут весной, поэтому все может быть, как говорится. Но все же интересно, что для вас, вот, в принципе, наличие подобных наград. Участие каких-то наград. Это вообще как-то, ну, помогает группе. Это круто, это в любом случае круто. И помогает группе, любой группе помогает, потому что это показывают по телевизору, это, там, говорят об этом по радио. И, естественно, для группы это плюс. Их больше узнают и больше, если нравится. Участие в таких группах, это для любого артиста, это классно. Я предлагаю, если вы плохо знаете группу «Горчица», по-любому прийти на концерт 15 февраля и узнать ребят... Ощутить, как ребята умеют играть не только на привычных инструментах, клавишах, например, Оля. Мы знаем, что она это делает виртуозно. Но теперь она еще покажет свое умение играть на укулеле. Вот. А Леша покажет умение играть на... Будут кардио-тренировки. Еще и кардио-тренировки. И, тем более, это будет в каверной обстановке. Так что, ребята, не пропустите. Спасибо вам, что вы экспериментируете. Приходите в гости. Мы будем рады вашим музыкальным успехам. Спасибо. Это группа «Горчица». Это группа «Горчица», действительно, это Клик-шоу, а это... Передай, это победитель. Клик-шоу!